Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас очередной выпуск, посвященный самым ожидаемым фильмам 2020 и конца 2019 года. Как всегда, подборка получилась весьма достойная, разнообразная в ней, каждый найдет для себя что-то интересное. Ну и перед тем, как начать, напоминаю, чтобы вы не забывали подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видео. Погнали! Ну что ж, начнем с очень амбициозного и по совместительству самого дорогого фильма от Netflix «Шестеро вне закона». Центральными персонажами ленты являются шестеро миллиардеров, инсценировавших свою смерть, дабы создать секретный отряд для борьбы с преступностью, которым руководит герой Райана Рейнольдса под кодовым именем «Первый». Примечательно, что режиссером картины выступил Майкл Бэй, работавший над франшизой «Трансформеры». По его словам, фильм будет в духе Дэдпула и миссия невыполнима. Граната! Друзья, ну и перед тем, как продолжить пару слов о спонсоре сегодняшнего видео о мобильной игре «Викинги». Игра регулярно входит в списки лучших военно-экономических игр стратегий в реальном времени. Погрузись и ты в суровый скандинавский мир вместе с 20 миллионами других игроков со всего мира. Игра предлагает развитую систему рейтингов, разнообразные соревнования, отличную графику и действительно широкий выбор воинов и оружия. Но что важно для меня, так это то, что можно выбрать собственный стиль боя. Хочешь, играй как одинокий воин, а можешь стать главой или участником могущественного клана, выбор за тобой. Кстати, я рад анонсировать конкурс, который мы проводим совместно с создателями игры. По его условиям, два игрока, дошедших до 10 уровня дворца, получат возможность выиграть iPhone 11 Pro. Ну а тот, кто достигнет самого высокого уровня дворца до конца октября среди остальных участников, получит MacBook Pro. Не теряй времени, качай игру по моей ссылке в описании и получай 200 голды и бесплатный щит. И начни развивать свое войско прямо сейчас. Удачи! Неудержимая сила в лице Уилла Смита и Мартина Лоуренса. Вновь пушки, знакомые шутки и задорный акшен в лучших традициях прошлых лет. Плохие парни навсегда. По сюжету третьей части, Бернетт окончательно рассорился с напарником, оставил службу в полиции Майами и стал частным детективом. Лоури тем временем переживает кризис среднего возраста и подумывает завязать с холостяцким образом жизни. Плохим парням придется вновь объединиться, когда за ними начинает охоту албанский наемник. Весьма интригующий проект, именуемый как «Пад водой», расскажет о команде ученых, которые на месяц погружаются на 13-километровую глубину к подводной исследовательской станции, где будут работать с подводной нефтяной установкой. Однако очередное бурение дна океана вызывает землетрясение, которое разрушает станцию. Оставшимся в живых членам команды предстоит найти способ подняться с дна океана наверх, но задачу усложняют неведомые создания, которые начинают охоту на экипаж. Не менее интригующей является и картина под названием «Джентльмены», по сюжету которой талантливый выпускник Оксфорда придумывает нелегальную схему обогащения с использованием поместья, обедневшей английской аристократии. Однако, когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жестокие джентльмены. Намечается обмен любезностями, который точно не обойдется без перестрелок и пары несчастных случаев. В джунглях лев выживает не потому, что ведет себя как король, а потому что является королем. Первым фильмом по комиксам DC, который выйдет в 2020-м, является «Хищные птицы». Сюжет будет построен вокруг самых неотразимых и бесстрашных героин DC-комикс – безумной Харли Квинн, Рене Монтои, Черной Канарейки, Охотницы и Бэтгерл. Если быть точным, то события ленты развернутся после отряда самоубийц. Юная Кассандра Кейн находит алмаз, принадлежащий преступному лидеру Черной Маски. Несмотря на расставание с Джокером, Харли находит в себе силы встать на защиту юной Кассандры. А, психанутая телка! Не называй женщину телкой. Я согласна на даму, леди, женщину, иногда сучку. Сучка? О чем ты? Векинь, будь котиком. Экранизация бестселлера Стивена Кинга о дальнейшей судьбе героев знаменитого романа «Сияние» «Доктор Сон». Прошло много лет с тех пор, как мальчик-ясновидец Дэнни пережил кошмарный сезон в отеле «Оверлук», где стал свидетелем безумия и гибели своего отца. Повзрослев, но не оправившись от детской травмы, он ведет жизнь павшего маргинала алкоголика. И вот, однажды, к нему за помощью обращается другая сияющая, которая пытается спастись от истинного узла. Группы охотников за одаренными детьми. Существовало одно место. Его закрыли. Оставили гнить. Но то, что обитало там... Привет, Дэнни. Возвращается. Приключенческий экшен, основанный на реальных событиях, аэронавты, рассказывает о настоящих воздухоплавателях 19 века. Пилот аэростата Амелия Рен и ученый Джеймс Глэшер в 1862 году отправились в рискованное путешествие в верхние слои атмосферы. На воздушном шаре они поднялись выше, чем удавалось кому-либо до или после. Наверху их ждали удивительные открытия, но чтобы рассказать о них, исследователям пришлось побороться за выживание в беспрецедентной ситуации. Первым анимационным фильмом сегодняшнего топа является новый совместный проект студии Disney и Pixar – «Вперед». По сюжету, не выдержав давления цивилизации из мира, давно ушла вся магия. Теперь все волшебные существа – от эльфов до спрайтов, от кентавров до русалок – все живут обычной жизнью и занимаются самыми обычными делами. Но двух братьев-эльфов не устраивает скучная жизнь в пригороде, и они отправляются в опасное путешествие, чтобы отыскать последние следы магии. В последние годы Netflix захватил практически полный контроль над романтическими комедиями, но Пол Фиг решил доказать, что для них все еще есть место и в кинотеатрах. Рождество на двоих. Действие фильма происходит зимой в Лондоне. Кейт – молодая девушка, работает переодетым эльфом в рождественском магазине и постоянно принимает неправильные решения. Но ее жизнь меняется, когда она знакомится с парнем по имени Том, который кажется слишком идеальным, чтобы в это поверить. Мне очень нужно где-то переначивать. Эй, эльф! Это мой маленький помощник. Я назвала ее Эльф-ленивец, потому что она никогда не работает. Это я. Ее второе прозвище – Эльф. Сплошное разочарование. Слухи о полнометражном фильме из вселенной культового криминального сериала «Во все тяжкие» ходили еще со времен его финала в 2013 году. И вот, наконец, фильм готов увидеть свет. Путь во все тяжкие. Сюжет картины начинается практически сразу же после финала сериала, когда Джесси сбежал от неонацистов, которые одержали его в качестве раба, готовящего наркотики. Не зная, куда ему податься, Джесси, скрываясь от полиции, похитителей и прошлого, должен понять, как ему жить дальше. Так что, простите. Я и не знаю, что вам сказать. Я ни за что не помогу вам засадить Джесси Пикмана обратно в клетку. Одноименная экранизация многослойного романа Джонатана Летема «Сиротский Бруклин» поведает историю Лайнеля Эсрога, детдомовца, живущего с синдромом Туретта. Вместе с друзьями по сиротскому приюту он работает частным детективом на мелкого преступника Фрэнка Мину. Когда Мину, наставника Лайнеля, убивают, детектив берется за расследование и выходит на след девушки, которая практически в одиночку сражается с могущественным застройщиком Рэндольфом. Исторический фильм, в основе сценария которого лежат хроники Уильяма Шекспира «Король», расскажет историю молодого Генриха V, правившего Англией с 1413 по 22 год. Еще в молодом возрасте он закалился в боях и после смерти отца, Генрих взял управление страной в свои руки. Это были мрачные времена Столетней войны, тогда-то он и стал одним из самых величайших полководцев своей эпохи. Битвы в грязи, тяжесть доспехов и рутина политических интриг – вот что нужно знать об этой картине. Чувствуете вы удовлетворение? В каком смысле? Во всех смыслах. Чувствуете? Еще один весьма дорогостоящий анимационный проект «Камуфляж и шпионаж» поведает о супершпионе Лэнсе Стерлинге и молодом ученом Уолтере Беккетти. Они полные противоположности. Лэнс с удовольствием каждый день спасает города и страны. А хмурый Уолтер хочет отгородиться от всех в мире собственных изобретений и гаджетов. Но когда события принимают неожиданный поворот, этот маловероятный дуэт вынужден объединиться и проявить все свои способности во благо спасения мира. Объект выглядит дезориентированным. Ай, Уолтер, что ты сделал? Эй, Лэнс, посмотрите на меня. Смотреть на тебя? Я не могу не смотреть на тебя, Уолтер! Я вижу свой зад и твое лицо одновременно! Восьмая полнометражная экранизация одноименного романа Луизы Мэй Олкот «Маленькие женщины» рассказывает о взрослении и взаимоотношениях четырех непохожих сестер, живущих в США во время гражданской войны. Элегантная красавица Маргарет, озорная непоседа Джозефина, добросердечная Тихоня Элизабет и маленькая хитрунья Эми. Девушки вместе справляются с первыми взрослыми проблемами, поддерживают старших, влюбляются и ищут свой путь в жизни. Я намерена добиться всего сама. Это никому не под силу, тем более женщине. Придется найти выгодную партию. Ну ты ведь не замужем, тетя Марч? Все потому, что я богата. В последнее время австралийский кинематограф радует нас хорошей фантастикой. Апгрейд «Дитя-робота». Посмотрим, как там справятся с темой военной драмы. Опасная близость. Сражение при Лангтане. Август 1966. Вьетнам. Чуть больше ста солдат из Австралии и Новой Зеландии патрулируют южную плантацию Лангтан. Под руководством майора Гарри Смита. Молодые и малоопытные бойцы неожиданно сталкиваются с вражеским полком в составе 2500 человек. И начинают невероятную битву за выживание. Биографическая драма, основанная на реальных событиях «Скандал», расскажет историю скандально известного директора информационного телеканала Fox News Роджера Элса. Он превратил свой канал в одно из самых влиятельных СМИ Америки, но пользовался служебным положением для сексуальных домогательств красивых коллег-женщин. Не выдержав притеснения, в 2016 году сразу несколько сотрудниц подали иск против Элса и разрушили блестящую карьеру своего начальника. Жарко здесь. Как по мне, в нашем топе достойный оказаться весьма интригующий триллер «Обратный отсчет». Согласно сюжету, молодая медсестра Квинн скачивает на телефон новейшее приложение, благодаря которому можно узнать продолжительность своей жизни. У кого-то это более 60 лет, а у кого-то девушка видит на экране телефона неумолимый вердикт. Ее жизнь оборвется через три дня. Сможет ли она избежать смерти, если обратный отсчет уже начался? Ведь пока что приложение не ошибалось. Драматический триллер, снятый по одноименному роману Марка Бернелла «Ритм секция», поведает о том, как жизнь Стефани Патрик в одночасье рушится, когда вся ее семья гибнет в авиакатастрофе. В итоге девушка встает на путь саморазрушения, увлекаясь алкоголем и наркотиками. Однако спустя время она находит новую цель в жизни, когда узнает от одного журналиста, что крушение самолета было подстроено. Теперь Стефани постарается, чтобы виновные в этом понесли наказание и обязательно смертные. Ложись! Основанная на истории молодого уэльского журналиста лента Гаррет Джонс, расскажет, как тот отправился в 1933 году в командировку в СССР, где, будучи молодым идеалистом, сталкивается с ужасающей реальностью сталинского коммунизма и решает, во что бы то ни стало рассказать миру правду о Голодоморе. Пока спецслужбы и сторонники Сталина ищут способ, как заставить его замолчать, начинающий писатель Джордж Оруэлл под впечатлением от его истории задумывает повесть «Скотский двор». А если Голодомор – это только побрыхеньки? Насколько же эта страна богата? Пшеничные ланы тут просто без краги. Украина – это золото Сталина. Ну и последний фильм нашего топа «Охота». Сразу стоит отметить, что студия временно отказалась от релиза картины из-за негативной шумихи и ситуации с огнестрельным оружием. Даже Дональд Трамп осудил ленту у себя в Твиттере. А как мы знаем, все, что осуждают или запрещают, обязательно нужно смотреть. В общем, по сюжету 12 незнакомцев просыпаются в глухом лесу. Они не знают, как здесь оказались, но постепенно понимают, что стали целью для группы богачей, которым наскучили привычные развлечения. Где я сейчас нахожусь? Дорогая, ты находишься в штате Арканзас. Не надо, пожалуйста! Нет! Ну что ж, надеюсь, вам понравилось видео. Если да, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Будем вместе изучать удивительный мир кино. Всего доброго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!